всем привет друзья вы на канале бухай тв и друзья сегодня как говорится от моих хороших друзей из города чернигово от двух дмитриев пришла небольшая друзья коробочка с подгонщиком друзья огромнейшее ребятки спасибо как говорится вам ребята дай бог здоровья всего самого наилучшего ну и конечно городу чернигов большой привет ну что друзья будем открывать вот такая коробочка сегодня на новой почте пришла смс очка я сразу на почту и друзья за коробочкой тоже хочу отметить новую почту нашу путевского работает очень хорошо пришел говорю так то так то так то получить одна минутка и коробочка у меня в руках уже так открываем бумага бумага пригодится и друзья коробочка тоже пригодится и друзья заморженной это хорошая штука говорится заматывать обматывать куда-то если куда-то что-то передавать или куда-то что-то отвозить очень хорошая так друзья вот мы имеем друзья вот такую бутылочку первочка как говорится с перцем с перцем как говорится спасибо ребята за подгон спасибо ребята за подгон но мы друзья сейчас как говорится будем выключаться а бутылочку обсудим выпьем чуть друзья попозже сейчас я подготовлю кажется небольшую полянку и будем выпивать друзья ребята большое спасибо за подвод так что давайте друзья все мира и добра, как говорится. Ну и видео не кончается у нас, а только начинается. Вот, друзья, как говорится, немножко я подхватился закусочкой, потому что я считаю, этот напиток надо пить под закусочку. Приходил ко мне товарищ, я его, как говорится, угостил перваком, говорю, первака, хочешь рюмочку с перцем? Он говорит, да, хочу. Но я налил рюмочку, угостил человека, потому что бутылки хватит нам и на эфир, и на видео, и на эфир. Так что, друзья, нам волноваться нечего. Что хочу сказать, друзья, по закусочке у нас, по закусочке у нас пару редисочек, 3 штучки, 3 зубчика чеснока, сальцо домашнее с мясом, такое с прорезью, зеленый лучок, зеленый лучок и, друзья, белый хлебушек, к сожалению, у меня черного сейчас дома нету в наличии. Снова же, как говорится, снова же, недавно я обсуждал первак, снова же, друзья, нету старой крышки, которая была на проволоке, крышка закрывалась, открывалась, ну, а так все старое, как говорится, не буду долго рассказывать, не буду рассказывать долго. Перцова с медом, перцовая с медом, так, мед с перцем, как говорится, медовая с перцем. Что еще сказать? Старая этикетка, в принципе, медовая с перцем, будем открывать, но я человеку налил, говорю, как тебе рюмочка? Я не пробовал, скажу честно. Он попробовал рюмочку, 50 грамм, говорит, хорошее. Я говорю, ну, говорит, ну, типа, как по ощущению, говорит, выпиваешь, медовая, чувствуется. Друзья, стояла она у меня в холодильнике, пока я тут все, ну, приготовил, пока ко мне человек зашел, поставил я ее в холодильник, так что она не сильно холодненькая, но немножко, как говорится, прохладненькая, потому что на улице жара, сегодня пот идет ручьем. Пахнет, пахнет хорошо, пахнет хорошо, скажу честно. Зашла хорошо, зашла хорошо, скажу честно, мягенько, мягенько. Перцовую нотку сильно я не почувствовал, но чувствуется, что настойка перцовая, но такого, чтобы было там жгло сильно, там, или такая резкость, там, ядрености, такой нету. Вот даже язык не щипает. И на повсевкусие чуть-чуть, такая, чуть-чуть, чуть-чуть, процентов на 5 водочная нота, ну, присутствует водочная нота, и процентов на 5 медовая. Медовая нотка, конечно, слабенькая. Самая лучше, конечно, в Украине медовая нота чувствуется, это универовая делюкса, универовая делюкса, а перец, самая больше чувствуется, это хортица перцовка. Так. И, друзья, как говорится, хочу поблагодарить, еще очередной раз хочу поблагодарить наших ребят с Чернигова, двух Дмитриев. Ребята, спасибо большое за подгончик, спасибо большое за бутылочку, за донатики, спасибо большое, друзья, как говорится, за ваше здоровье. Пахнет хорошо. Ну, пахнет, конечно, чувствуется, что перцовая настойка, чувствуется в запахе, так и должно чувствоваться, чувствуется запах в перце, но не сильно, так, чтобы сказать, там, воняет водкой, там, или воняет спиртом, такого нету. Давайте вторую. Во вторую тут чуть-чуть, чуть-чуть перчик щипану, чуть-чуть перчик щипану, размешаю, чуть-чуть перчик щипану, и сейчас на посевкусие, на посевкусие перчик, чуть-чуть начал аммиопу пощупать, пощупать, мягко-мягко так пощипывать, как говорится. Ну, а так, пьется легко, пьется легко, друзья. Я бы не сказал бы, что она там такая ядреная, перцовая, там, или обычная, в принципе, перцовка. Сказать, что вот, если вот взять хортица, хортица с перцем, то она будет, такая, аж перец-перец, ядреная-ядреная. Взять Немирова, медовая с перцем, делюкса, не тот, который в магазинах, тот, который в магазинах, в принципе, такой, как и этот, только чуть-чуть там перец послабее будет, то Немирова, ну, перца будет больше, но он будет послабее. Здесь чуть-чуть щипает перчик, чуть-чуть щипает мед, может, я такой, закаленный, но обычная перцовка. Давайте, друзья, закусим, вот таким, друзья, сальцом и чесночком, друзья, свежим, молодым, домашним. Не стал я, друзья, грудинку жарить, домашнюю, и не стал я кабачки жарить, думаю, не стал я закушу то, что есть, как говорится, по мелочи таким. Ну, в принципе, неплохо. что хочу сказать. Пьется, пьется мягко, пьется мягко. Нету такой, что там перец тебе там, что там перец в рот щипает, или там перец язык щипает. Такого нету. Чуть-чуть такая. На первой рюмке я даже не почувствовал. На первой рюмке только мед почувствовал. Ну, вкус перца почувствовал, но щипления не почувствовал. Щипание. Почувствовал мед, допустим, вкус. А тут уже с второй рюмочкой уже чуть-чуть щипануло и во рту. И, допустим, вкусе чуть-чуть щипануло. Хорошо. Неплохо. Неплохо. Ну, давайте пить третью. И, кстати, друзья, помимо того, что этикетка стала старая, бутылка, в принципе, ну, чуть-чуть не такая, чуть-чуть поменялась форма. Крышка, понятно, что проволока. И раньше в пермаке всегда плавал перец. Бывали случаи, что плавал перец красный, такой красивый. Ну, такой. Бывало, что плавал такой жухренький перец. Ну, а сейчас, друзья, даже перчик не плавает. Это, как бы, ну, знаете, для, ну, для перцовки. Ну, я считаю, этот бренд, этот бренд просто упал очень сильно в качестве. Сама перцовка, раньше, это бы, она была поядреней, скажу честно. Она была хорошая, но была поядреней. Сейчас тоже это хорошая перцовка. Не буду лукавить. После, например, на первое место я поставлю по перцовкам, что я пил. Поставлю сумму, конечно, французскую, потому что там и хлеб, хлебная нота, и перцевая нота, ну, как говорится, нашим водкам и рядом не стояло. На второе место я поставлю, потому что я любитель сибирской перцовки, которую я делаю. Наверняка, друзья, скоро сделаю рецепт сибирской перцовки. Пишите, кстати, в комментариях, если интересен этот рецепт, я сделаю этот рецепт и к этой настойке. Сибирскую настойку, она эта хортица чем-то напоминает, но в сибирской настойке там у меня еще специи и присутствует еще медок, мед. А хортица перец чисто такая перцовая, ядреная, хорошая. На третье место я поставлю наверняка Немиров Делюкс, но она такая будет помягче первака и по, как говорится, помидори. А здесь чуть-чуть мед чувствуется, чуть-чуть перчик чувствуется, чувствуется, что это перцовая настойка, но не та, которая была раньше. Моя оценка, сейчас я выпью и поставлю оценку. Субтитры сделал DimaTorzok. Домашний редис чуть-чуть даже так пощипывает редисочка, чуть-чуть твердоватая, но зато домашняя, друзья. Оценка, пьется она легко. Перца, перца в меру, для любителей, конечно, перцовок, перцовок, которые любят поядреней, будет слабенькая. Медовая нотка слабенькая, перцовая нота слабенькая. Так, в принципе, как, взять как перцовку, типа, как оператив, для любителей, типа, перцовочки, но, типа, не крепко сильной, ну, так сказать, даже не средней, а слабенькой перцовочки, пойдет. Моя оценка, моя оценка, 8 баллов, 8 баллов, за то, что пьется очень хорошо, за то, что пьется очень хорошо, пьется мягко, пьется хорошо. Чувствуется мед, немножко чувствуется перчик, но я от перцовочки ожидаю чуть-чуть большего, в плане жжения, не спиртового жжения, друзья, а жжения перчика. Так что, я либо хочу, чтобы была такая медово-перцовая нота, ну, медовая, либо была перцово-медовая нота, либо просто перец, тогда будет просто жечь. А здесь, к сожалению, этого нету, но настойка неплохая, за что хорошую оценку поставлю, что пьется легко, пьется мягко, пьется легко. Вот, что хочу сказать за это. В этом, да, есть. Ну, а также, вот, я хотел чуть попу, перцовку чуть поедреннее. Я, друзья, приготовлю наверняка. Напишите в комментариях, если будет хотя бы, на ютубе, на ютубе, это, видео наберет, там, за неделю, тысячу просмотров, и будет хотя бы, 10 комментариев, там, Ванек, сделайте по, рецепт на стойке, и обзор на стойке, сибирской своей. Я, друзья, сделаю. Сами видите, три рюмки выпью, три рюмки выпью. До этого я не пью, ко мне заходил человек, в гости, я говорю, ну, поговорили с ним пять минут, я говорю, тебя, говорю, угостить, этот, рюмочку. Да, он выпил, говорит, хорошая вода, ну, хорошая настойка, медовая нотка на посевкусие, говорит. Регисточкой закусил человек, так что, этот, неплохо, ну, 8 баллов, друзья, 8 баллов, очень, даже, даже, я так хочу сказать, выше среднего, выше среднего. Так что, потому что, по сравнению с жидким перваком, жидким перваком, перцовый первак, на две головы выше. Он, во-первых, и мягче пьется, и лучше пьется. Что у нас тут по оборотам, я не смотрел, перед съемками, не смотрел статьи, я иногда такой, ленивый, ну, не то, что ленивый, просто, ну, не смотрю, так что. Перцовый, это, настойка, мисс спирта, 40 оборотил, объем 0,5, так что. Хортица делают, короче, друзья, ну, делает хортица, первак. Я не скажу, честно, кто до этого делал первак, я не, ну, не зачитывал, кто делает первак раньше, как-то не обращал внимания. По складу, по складу, склад тоже, в принципе, читать не буду. Склад у них, конечно, этикетка такая, что читать не совсем удобно. Печать на бутылке, линии, ну, блин, друзья, ну, удешевили продукт. Да, хайпил он был бы на 15, на 20, на 30 ривен дороже, но, была бы вот эта открывашка, закрывашка, и плавала перчинка, я помню раньше, поначалу, первак, когда был таким, ядрененьким, с перцем, когда брат говорит, первак ядреный, реально первак ядреный, что я помню, мы тогда на обзоре пили, бутылочку первака, и щучьей икрой закусывали, с братухой, хороший тогда был такой первак, и чувствовалась такая перцовая нотка, такая грубость, жестокость чувства, мужская, как говорится, хорошая, а щучья икра такая мягенькая, сладенькая, это все тонизировано. Сейчас такого, к сожалению, нету, друзья, закуску я подготовил, думаю, не буду тут выжариваться, не буду эту, как говорится, простую, колхозную, как говорится, я шучу насчет колхозной, простая закуска, как говорится, национальная, народная, как говорится. Вот я сейчас выпил, зашел хорошо, после вкуса, чуть-чуть такое медовенькое, и потом уже, сейчас я с вами разговариваю, и начало пощипывать, немножко во рту, в меру, да, 8 баллов, хорошая оценка. Что, друзья, хочу сказать, там хочу совет, от себя лично, от себя лично, друзья, весною, летом, друзья, осенью даже, старайтесь кушать больше, больше зелени, больше зелени, там, суп, можно варить, с крапивой, ну, больше с крапивой, со щавлем, суп, можно варить, яйцо туда добавлять, яичко вареное, можно так вбивать яичко, разные рецепты есть, вот, редисочку кушайте, лучок зеленый, салатик, как говорится, как кабачочек, маринуйте кабачочки, жарьте, это хорошая, вкусная еда, летом огурчики, помидорчики, я особенно помидоры люблю, осенью я перчик люблю, бомбардские, кушайте это, это витамины, это полезно, кто бы что ни говорил, что там мясо хорошо, мясо хорошо, но овощи тоже надо есть, надо есть больше, друзья, фруктов, как говорится, наших, те фрукты, конечно, да, хорошие, там, как говорится, заморские, но, наши яблоки, наши арбузы, наши дыни, наши, как говорится, все намного лучше, чем их заморские апельсины, и мандарины, и бананы, и все остальное, друзья как говорится лучше хороших и лучше хорошего яблока с фруктов нету а лучше нашего хорошего домашнего огороднего помидора сгорода который ты сорвал кушаешь его а с его же сок текет лучше не мака говорится нет и они покупные огурцы и помидоры не этот сало хочу сказать друзья домашняя ну сало я потаяло к сожалению такая хорошая нарезка я пока она была у меня в холодильнике подмерзшая ну не то что там в труху а чуть-чуть хорошая пока я пофоткал пока пофоткал и снова же в квартире душ духа то дождь то идет то баре то такое друзья давайте друзья еще пару рюмочек пару рюмочек и оставим на эфир на эфир еще посидим выпьем пообщаемся так что как то там друзья еще раз хочу поблагодарить поблагодарить наших товарищам за подгон за подгон друзья кто хочет заказать поздравление говорится просто приветик просто помочь каналу или еще что-то пишите обращайтесь мы всегда открытый открытый в любой момент можем записать видео в любой момент можем поздравить в любой момент можем все давайте двум дмитрием с чернигова говорится большое спасибо нет неплохо редисочка раньше как-то знаете не сильно влюбитель был редиски где-то начиная с 2013 года я критически начал очень хорошо относиться потому что редисочка это топчик с сальцом у меня сало настолько уникальный вкусный продукт что она заходит и с зеленым луком и с чесночком и средисочкой и с огурчиком и с помидорчиком и с перчиком заходит уникальный продукт уникальный продукт я например не понимаю тех людей которых я не ем сало ну я сало ну да то можно там не есть салатом килограммами там или кусок сала спортив и есть например то тоже конечно перебор ну слова кусочек иногда хочется скушать хочется скушать потому что это мировой продукт это во-первых один из самых лучших закусок как говорится под перцовочку под вы под беленькую да и можно и виски даже если более просвоенное такое сало можно и виски закусывать так вот я вроде бы как бы друзья вроде бы как бы накрыл простой стол простой стол ну а по факту как бы красиво смотрится а тут по факту три лучи не 33 реги сини 3 чесночины там сколько там 78 кусочков сала три кусочка хлеба все красота ну и 5 листочков салата положил так что как-то так друзья что давайте еще тянуть рюмашку так жарище конечно я на речку надо было возможность было надо было мне говорится съездить на речку папа полоснулся но я чуть-чуть не не подумал об этом хорошо ну давайте друзья быть добро друзья что сколько там назарам осталось а давайте еще одну бахнул еще одну сейчас бахнул эту бахну еще одну бахну и будем говорится друзья на эфир уже оставлять неплохо первок пошел неплохо первок пошел но видите конечно чуть-чуть ожидал я от него чуть-чуть большего чем чем хотелось давайте друзья ну а по цвету он хороший такой золотистый красивый бруштыновый хлебец вкусный должен я помню на даче с вадимом ну вадима все знаете вот летом выйдем там так вадик вадик любит дольше подольше поспать любит но я всегда встаю вадика там хозяйства не мало но я родительно помогать там что-то по дому ну и там обед ближе после обеда уже говорю ну что вадик давайте по на сгоняем тут ну давай типа ну крикнул уже после обеда там свадником идем на речку там сало возьмем там помидорчика огурчика бутылочку возьмем покупаемся выпьем посидим пообщаемся туда-сюда и домой конечно идем домой пришли там там отдохнули и вечером уже чем-то занимаемся обратно как бы этот хорошие времена к сожалению такое время настало шо все кто разъехался кто куда что сейчас снимай никого и на речку не с но не сходишь ну не отдохнешь то шо так что как-то так друзья как-то так водичка конечно на речке я в этом году ну уже месяц дома уже месяц дома один раз ходил на речку купался да один раз ходил купался на речку да один раз чуть-чуть далековато чуть-чуть не хочется по жаре идти самому там тоже не хочется сидеть на речке или этот такое короче если как раньше было что наш хороший знакомый виктор открывал кафе открывал кафе то бывало просто мы ходили туда даже не купаться ну бывало что купались купались редко пиво попьем посидим там пообщаемся там пока мисс этот даже хочешь купаться там то тот подошел то тот подошел ты за столиком пообщался стрим по рюмочке стрим по попивку уже потом не уже и купаться не хочешь выпившим купаться тоже как говорится не только говорится друзья ну тогда да больше на речке был больше всего этот ну а сейчас как-то меньше сейчас уже связи с войной как говорится дальше как-то там друзья ну что друзья как говорится будем как говорится наш заканчивать наш ролик друзья подписывайтесь на канал бухай тв подписывайтесь на мой тикток бухай тв подписывайтесь на мой youtube канал подписывайтесь на мой второй канал палыч на youtube ссылочка на палыча будет внизу в описании друзья подписывайтесь на мои все соц сети пишите комментарии на комментарии друзья я всегда отвечаю как говорится ставьте лайки друзья и еще раз огромное спасибо двум дмитриям с города чернигов за прекрасный подгон так что это и перцовки перцовка неплохая но для любителей перцовки которые нельзя крепкого крепкой перцовки пить там или просто она сойдет слабенькая небольшая ну слабенькая неплохая перцовочка сказать что там она ядреная или еще что-то я это насчет этого не могу сказать но неплохая пить можно 8 баллов это хорошая оценка для ее давайте друзья вот 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 Продолжение следует...